Доброго времени суток! Все начинающие практики, продвинутые практики и просто серьезно интересующиеся магией. Я Александр Гелилах, практикующий маг и преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Мы продолжаем тему «Ответы на вопросы о магии» от наших зрителей и читателей. Итак, сегодня достаточно важный вопрос «Как отличить честного мага от шарлатана?» Вопрос, на который в чем-то отвечать. Некоторые мне говорили, что не нужно этого делать. Шарлатаны сразу поймут, на что же теперь люди будут ориентироваться. Но я думаю, что все равно эта информация будет полезна и пригодится нашим зрителям. Значит, некоторые говорят, что вообще за бред, честных магов не бывает. Ну что ж, к людям, не верящим в магию, к людям, частью опыта которых магии не стало. Наши видео и не адресованы. От себя хочу только сказать, что никто бы не делал фальшивые деньги, если бы не было настоящих. Если бы не было настоящих магов, не было бы и шарлатанов. Значит, существует надежного, конечно, отличить может быть достаточно сложно. Я перечислю некоторые вещи, которые могут для вас быть важными маркерами о том, что общение с этим человеком подозрительно. Итак, шарлатан в первую очередь будет эксплуатировать ваш страх. Если вы придете к человеку, и он сразу скажет, «Ну, ваша страшная порча, проклятие, прочее, срочно, нет времени объяснять, вот прямо сейчас мы должны, значит, вот все это убрать там за какие-то деньги, как только вас пугают и вам объясняют вот сразу, как вы пришли, что причина всех ваших бед в магии, страшной, вредоносной магии, нанесенной врагами, значит, то это подозрительно». Значит, дальше шарлатан замыкает вас на себя и говорит, если что, другие, например, не видели, они просто не способны, или говорит, нет времени объяснять другим, они вам не скажут, у вас мало времени, что ж, вы можете, конечно, от меня уйти, но потом пеняете на себя. То есть, первое, вас будут эксплуатировать, потенциально как бы замыкая через страх. Второе. Шарлатан будет, скорее всего, вам говорить то, что вы очень хотели услышать. Вы хотите почувствовать себя важным и значимым, вам скажет вся ваша причина в кармических проблемах. Вы хотите почувствовать, что у вас как бы ваша беда не в том, что вы ведете себя там глупо, лениво или непродуманно, вот что вы просто не доработали, а что она в порче. Конечно, она вас навела порчу, ваша бывшая или теща, или свекровь, или там соперница, или там начальник, или подчиненный. Конечно. Все то, что потыкает в вашей самооценке. Шарлатан будет замыкать вас за себя, например, предлагая отказаться от официальной медицины, и говорят, да что, эти врачи умеют, не пользуйся ими, не тебя залечат, лишь я тебя вылечу правильно. Шарлатан вам скажет, что, конечно же, ваша беда в том, что у вас тяжелая карма. В прошлой жизни вы были таким значимым там правителем, вот и вас казнили, отрубили голову, именно поэтому вы страдаете насморком и болями в шее в этой жизни. То есть, когда вам говорят что-то, что вы очень хотите услышать, это подозрительно, и либо этот человек шарлатан, либо он с вами нечестен, например, он может быть и нормальным практиком, просто считать вас, ну, так, на уровне уственно отсталого, что нормальное честное объяснение вы все равно не поймете. Вам не предлагают проверить. Когда вы слышите все вышеперечисленное, это подозрительно. Другая вещь, которая подозрительна, когда вам сразу очень много обещают. Мы откроем вам денежный канал, у вас сразу появится там бочка варенья, корзина печенья, вот и все прочее, вот и так все сразу, и делать ничего не надо, просто потри эту лампу, это тоже подозрительно. Вот. Настоящие реальные практики обычно так не делают, не эксплуатируют ваш страх, не говорят, что вы хотите услышать. И именно поэтому во многих случаях человек предпочтет пойти и снимать с себя 10 раз порчу, которой на нем нет, чем просто реально исправлять свою проблему, которую нужно исправлять. Все это, конечно, не отрицает то, что на людях бывают и порчи, и реальные кармические проблемы, но гораздо реже. Большинство людей, которые думают, что на них есть порча, и что их атакуют каждый день, страдают или избытком тревоги, или близки к тревожному расстройству, или скрытой манией величия, потому что большинство людей никому настолько не нужны, чтобы с ними воевать. Порчу просто так на человека не наведешь. Платить тем, кто может навести, постоянно дорого. Вот. Никто не заказывает киллера для дворника в обычных обстоятельствах при всем уважении к дворникам. Вот. Это то, что я хотел сказать. Может быть, эта информация вам поможет. Буду рад вашим вопросам, комментариям. Следите за властями на этом канале. Для этого можно как-то, наверное, просто на него подписаться. И всего волшебного.